Всем привет! Этим выпуском мы начинаем новую серию программ Тартс Смак. Наверное, так у нас будет пока рабочее название. У нас в гостях традиционно первый номер всех наших передач Борис Кольцов. Привет! Привет, родник! Он очень вкусно готовит. Сейчас поскольку подписаны на инстаграм, все это уже давно знают. Что мы будем сегодня готовить? Сегодня у нас на самом деле будет такое, наверное, простое для кого-то, для кого-то очень сложное, но это именно для меня переделанное блюдо. Называется мясо по-французски, но именно в моей трактовке. Мясо по-французски соревновательный вариант. Для этого нам понадобится уже подготовленная заранее почищенная картошка, мясо, говядина. Кто-то может взять свинину, не знаю, что кому нравится. Специи любые у меня сегодня это чеснок и смесь перцев дробленая, майонез, соль, вода, масло и сыр. Ну, сыр у нас будет в самом конце уже, когда блюдо на 99% будет готово, мы посыпем сыром и это будет как корочка сыра. Звучит очень вкусно. Поэтому, я думаю, все готово у нас для того, чтобы начинать. У нас уже первый звонок от телезрителей из Норильска, спрашивают, а оленину можно использовать в качестве? Конечно, если он привезет, мы обязательно сделаем это, Гриша. Ну, шо ты, ё-моё. Да, у нас просто сегодня такой, как я уже сказал, соревновательный вариант, поэтому получилось найти вот такое блюдо и в нем мы будем сегодня готовить. Это алюминиевая форма. Именно мы снимаем квартиры же все на соревнованиях. Для того, чтобы не мыть и не засорять квартиры, покупаем готовые алюминиевые формы, готовим в этом все, кушаем и потом выбрасываем, чтобы не засорять. Мы берем картошку, режем ее на произвольные кусочки, да, там, дольки по 2-3 сантиметра, как-то все получится. Выкладываем сразу же на донышко формы, полностью закрываем низ. Особенно подходят для этой работы и люди, которые вылетели первый, второй, третий круг, да, ребят. Вы сразу приходите домой, готовьте вот это вот все. Картошечка, противень заполняйте, потом уже ребята, которые позже вылетели, заработали немножко больше денег для того, чтобы купить мясо, да. Они покупают мясо, соответственно, приходят, маринуют его и заполняют наш противень. Мы подготовили картошку, выложили на дно, чтобы посмотреть количество, у нас все входит, все получается. Дальше мы берем масло оливковое, либо подсолнечное, к тому, чтобы смазать наш противень. Заливаем туда, соответственно, соль, кто-то на глаз делает, кто-то, я не знаю, там, какие-то, у кого какие пропорции, я вот просто делаю на глаз, посмотрел, как соломка в какой из квартир работает. Посыпали солью, взяли перец, смесь перцев, посыпали картошку, на глаз опять же, да, все это все равно съесться. Ребята, все голодные после турнира. Чеснок сушеный, меленький, посыпали и все это перемешиваем. Чтобы картошка со всеми специями смазать, перемешала, чтобы она не перегорела на дне противня. И обратно ее выкладываем нижним слоем. Все у нас картошка нижним слоем выложена, перемешана со специями. Далее мы точно так же выкладываем мясо. Мясо выкладываем в слой в один. Посмотрим, как это все получается у нас, влезает ли количество. Я уже просто много раз этим занимался, как сказал Вадим, в инстаграме и везде. И поэтому, в принципе, на глаз уже могу определить, сколько для приготовления ненужной картошки и мяса, и сколько человек это все будет ужинать. Слушай, ну вот сейчас вот здесь получилось один из кусков. Я взял на семь человек. Для того, чтобы кто-то съест два куска, кто-то съест полтора куска. Я не беру именно два куска, потому что куски толстые, мясо, говядина, куски толстые, во-вторых, есть картошка, сыр, майонез. Это все очень сытно после турнира, как раз таки для того, чтобы все наелись перед сном, чтобы посидеть чуть-чуть после еды. Выложили мясо. Опять же, мясо посыпали специями. С одной стороны чеснок, перец, смесь перцев. Смесь перцев, все перемешали. И соль. И переворачиваем. Как раз мясо питало в себя то, что было на картошке масло. И мы ей дали сверху еще один слой специй. Оно забрало какой-то слой с картошкой, мы переворачиваем. И это получается, ну должно получиться очень вкусно. В конце ты не скажешь, как это получилось. Дома вот в этот вот рецепт быстрого мяса по-французски я добавляю еще дижонскую горчицу именно в гранулах. Я прям высыпаю обильно сверху. Продается оно в банках. Я ложкой выкладываю сверху. Смазываю это все руками. Опять же, мясо это мужское блюдо. Оно должно почувствовать твою любовь. И оно поэтому после будет вкуснее и вкуснее. И ты его делаешь ему массаж и переворачиваешь. Соответственно добавляешь еще горчицы. И все это ровным слоем выкладываешь. Вот у нас получилось, что я посыпал специями, перевернул. И получается еще раз сверху я посыпаю специями. Но уже именно посыпать. И все, что останется у нас на руках, втереть в мясо. И чеснок. Тоже сухой. И вот если ты поближе снимешь, какая консистенция получилась у мяса, специи и картошки. У нас выкладывается два слоя картошка и мясо. В принципе это все готово уже к употреблению. Но нет. Но для того, чтобы у нас картошка не пригорела. Потому что мы же не знаем как работает конкретная духовка в разных квартирах. Где-то она на газу, как здесь. Где-то электрическая. Мы добавляем еще на глаз 100-120 миллилитров воды на дно вот этой всей посуды. С края наливаем. Чтобы вода полностью у нас распределилась. И после этого у нас картошка, соответственно, она не будет пригорать. Потому что там будет вода влажная. Напаренная. Она будет, да, именно пропаренная и не пригоревшая. Слой где-то миллиметров 5-6, чтобы вода была внизу. Далее все знают, что в мясо по-французски идет майонез. Выкладываем его вот таким вот слоем. Мы выдавливаем майонез на мясо. Может кто-то там, художник какой-то, нарисовать какой-то логотип футбольного клуба любимого. Либо там своей федерации, я не знаю. Но это уже по желанию, да? Наливаем майонез. Берем ложку и все это ровным слоем. Майонез размазываем по мясу. Намазали сверху мясо, мы это все ровным слоем распространяем, сказать, по противню нашему. И у нас получается вот такое блюдо. Опять же, сказал я, да, большое блюдо. Не нашли другого. Получилось вот так. Все, у нас готово мясо для того, чтобы его погружать уже непосредственно в духовку. Дома я делаю на две стороны. У кого есть в духовке, тот поймет, кто готовит. Две стороны 180-190 градусов и держу его там где-то на протяжении час-тридцать, час-сорок. Для того, чтобы говядина именно приготовилась, пропарилась. Держим мясо в зависимости от того, какое мясо мы взяли. Если это свинина, то, в принципе, часа достаточно. И в зависимости от толщины мяса, да? Если это 4,5 см кусок, то там, конечно, можно всю ночь его держать и оно не прогорит. Перед тем, как убрать это все в духовку, нам нужно сверху это все закрыть в тангорь. Для того, чтобы оно тушилось и воздух там ходил, да, снизу поднимался, тушилось все картошкой мясо, мы делаем несколько отверстий по периметру блюда. Это все делается именно для циркуляции воздуха, чтобы воздух у нас проходил через картошку, через мясо и все это блюдо готовилось и мясо становилось мягче. Все, у нас духовка стоит, я надеюсь, что на нужной температуре. Поехали. Ждем. А пока у нас мясо стоит в духовке, наше мясо по-французски, так называемое, да, мы для ребят подготовим мясо на скорую руку стейки. Для того, чтобы они меня не съели, пока это все готовлю. Так, для этого нам понадобится сковородка, я думаю, что в любой съемной квартире у нас что-то такое подобное будет. Раскаляем нашу сковородку на максимум. Заливаем туда подсолнечное либо оливковое масло. Ждем, пока оно раскалится. Если есть свежий чеснок, то это будет отлично. Если нет свежего чеснока, то можно обычный чеснок. Мы порежем его пополам, именно на две части. И положим на сковородку для того, чтобы у нас масло как раз таки пропиталось вот этим чесночным запахом. А мясо мы замаринуем просто солью и перцем. Для стейка, в принципе, ничего больше не надо. Так, сковородка у нас готова. Закидываем наши стейки. Вот именно вот так должна быть разогрета сковородка, чтобы когда вы положили туда стейк, оттуда шел вот такой скворчающий звук. Это значит, что сковородка готова к тому, чтобы туда загрузить мясо. Мы с каждой стороны держим по три минуты, чтобы весь сок закрылся в мясе и ничего не выходило туда. С одной стороны по три минуты, с другой стороны три минуты. И потом уже мы убираем огонь и доводим мясо до готовности. Кто как любит, соответственно, там можно сделать и реа. Это мясо с кровью. Медиум реа. Медиум. Медиум уэл. Медиум. Медиум. Да. Что кто любит? Я люблю готовность где-то. Медиум. Медиум уэл. Это, соответственно, после того, как мы с каждой стороны держали по три минуты, еще на медленном огне довели его до готовности еще по пять минут скажется. Но на маленьком огне уже, чтобы не вот так у нас мясо шкварчало, да, а именно уже на медленном огне. Вот это у нас сильное огонь. Мясо готовится. Мы вот сейчас как раз таки уже должны перевернуть. Сверху готовится именно вот так. Раз. Два. Цвет он уже начинает приобретать. Практически за три минуты на одной стороне. Сверху раскаленное мясо уже получает до конца. Какую-то корочку. Вот этот вот болотистый цвет. В дальнейшем у нас просто нету сливочного масла. Но вообще классический рецепт. После того, как вы с двух сторон отжаренный стейк, вы добавляете масло. И когда на медленном огне уже дальше вы готовите, вы ложкой каждый стейк сверху поливаете маслом. И он получается именно не сухой, а вот именно пропитанный всей вот этой вот вкуснотой, которая вот в этой сковородке готовится. И этот цвет должно получиться очень классно. Потому что стейки на вид. Ну, так как я уже не раз сталкиваюсь с мясом, да. На вид эти стейки были очень классные. Поэтому они должны быть прям на вкус. Уая! Так, мы убираем огонь, как я сказал, да. На медленном. И все с каждой стороны засекаем порох. Ну, 4-5 минут, думаю. Всегда, когда ты кому-то готовишь, и от людей идет какая-то отредная реакция, когда ты видишь вот эту вот эмоцию, когда человек кушает и ему нравится. Ты это все видишь по глазам, да. И тебе становится приятно. Ты даже можешь вот... Вот я сейчас наслаждаюсь именно запахом этого мяса. Мне прям нравится. Мне прям нравится, как оно выглядит на этой сковородке. И передать. Попробуйте дома это сделать именно. Это все очень просто. Простой рецепт. Вот мы продержали его с одной стороны еще 4 минуты. И через там 4-5 минут это мясо будет готово. И уже лежать на столе. Я постараюсь успеть его быстро оборезать, чтобы оно еще в скворчачье за то уже стола. Но это будет прям логическое. Поэтому дома, если кто-то захочет попробовать, обязательно сделайте. И вы поймете, о чем я говорю. Так, все, мясо у нас уже постояло. Нужное нам время. Мы его снимаем. Сковородку перекладываем на тарелку непосредственно. Перекладываем на сковородку. Если кто-то любит именно чеснок еще молодой, жареный, да. И вот это для антуража, для аромата, нужно все-таки положить. И я люблю нарезать сразу же мясо на кусочки. И как раз таки для вас показать, что значит. Медиум. Именно тонкая красная полоска, которая не дожарена. Но так можно делать только именно со стейками, которые продаются в магазинах. Обычное мясо так лучше не делать, потому что могут быть проблемы. Это я все-таки должен сказать, да. Как человек и первый день готов, готовящий всю жизнь. Я с мясом связан, да. Я и в Греции жил, работал в ресторанах. Это у нас проводили какие-то лекции, да, для того, чтобы не отравить как раз таки своих клиентов. Нарезаем мясо на кусочки. Давай, Вадим, подходи. Самое интересное из всего, что может быть в готовке, да, это вот этот вот момент. Вкушение. Один. Только честно людям скажи, как это есть. Это очень нежно. Как наша любовь к дарцам. Мы сделали небольшое такое, как говорится, аперитивчик. Блюдо, блюдо-загадка, блюдо-зазывалка, да, перед основным блюдом. Не будем никого обманывать, вот. Особенно людей, которые нас будут смотреть. Он не обманывал. Это получилось именно так, как и должно было получиться. Все очень просто. Мясо, сковородка и 20 минут свободного времени. Мясо готово. Надеюсь, все получилось очень красиво. Но, смотрите, мясо у нас полностью приготовлено. это видно по цвету мясо вот этот сок который выделился с мясом все с картошкой замешалось я куплю уже готово сразу натертый сыр называется 3 сыра и что мы делаем просто открываем упаковку мясо сверху сыром для того чтобы у нас через еще 10 минут все было настолько красиво чтобы люди от одного вида этого мяса уже наелись хотя мы уже покушали стейки что мы делаем дальше мы оставляем точно такой же температуре духовку снимаем фольгу ровным слоем посыпаем это все сыром все отправляем еще шкаф 15 минут мы к вам вернемся сейчас мы посмотрим что у нас получилось ой 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 давайте знаете как сделаем мы возьмем сразу же тарелочку же давайте тогда первый подходи сюда вызовем этого ямальского терминатора на это ты себе а это мне охуительно все получилось голодные ты посмотри посмотри как они подтягивают все слова все сломали все камеры давайте пробуйте давайте пробуйте после тяжелого игрового дня что дядя прописал а если вы попробуете это блюдо сделать на каком-то из турниров либо дома у себя до для того чтобы именно почувствовать этот аромат вот этот вкус вот это вот мягкость этого мясо сыр вот этот вот весь блин я даже не знаю как это назвать всю вкусноту если вам это все понравится вот так как я сделал и вы повторите и или добавите какое-то свое что туда какую-то изюминку это блюдо напишите мне пожалуйста вконтакте понравилось вам это видео или не понравилось и что вы добавили что вы не добавили и до следующих до новых волнующих встреч у плиты